Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Финал ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем закон о пенсионной реформе, новые законы о пенсии, новые вопросы. Так мы назвали тему сегодняшнего эфира. И я представляю гостей. Сегодня в студии «Сухого остатка» Андрей Неверов, председатель комитета по пенсионной системе Ассоциации менеджеров России, президент НПФ Сберфонд «Ресо». Андрей, добрый день. Здравствуйте. И в студии Николай Кощеев, директор аналитического департамента «Промсвязьбанка». Добрый день, Николай. Добрый. Ну что ж, давайте сразу и приступим к обсуждению. Ну и в качестве информационного повода, если позволите, Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон о пенсионной реформе, который устанавливает новый порядок начисления пенсий с 2015 года. Первый вопрос, Андрей, к вам. В чем основные акценты, на чем можно сделать основные акценты сейчас? И что за новый порядок? Всегда эти словосочетания как-то коробят новый порядок начисления пенсий. Бояться этого стоит? Давайте так глобально ответим на вопрос, стоит этого бояться или не стоит? На самом деле вариантов у нас немного. Бояться, не бояться? Как-то жить, работать, но надо не бояться, а готовиться. Безусловно, посылы, которые даны этими законопроектами, они вполне прозрачные. Они обозначались, так сказать, в течение последних 6-7 месяцев достаточно ясно. Это, во-первых, продолжение трудовой деятельности в период после наступления пенсионного возраста и максимизация официального прозрачного заработка. На самом деле эти посылы, они серьезно не модифицировались относительно того, что было, так сказать, до того, но акцент на трудовой деятельности в после, так сказать, в ранний пенсионный период, он сделан вполне конкретный. Об этом очень много говорят представители правительства в настоящее время. Вот не знаю, насколько нужно погружаться в детали, но это некие посылы. Что принципиально поменялось с точки зрения, так сказать, юридически-правовых вопросов, это, конечно, учет и признание обязательств со стороны государства. Принципиальное изменение произошло в рамках страховой части пенсии. Как вы помните, их две, страховая, накопительная, это я про обязательные пенсии сейчас говорю, обязательные государственные трудовые пенсии по старости. Если раньше обязательства перед нами всеми государство учитывало в рублях, то есть за нас заплатили рубль в виде отчислений в пенсионный фонд, страховую часть, этот рубль попал на наш лицевой пенсионный счет. И рублем же там и являлся, индексировался государством по мере возможностей, и потом эти рубли как-то учитывались при расчете нашей пенсии. То есть они делились на 228. Кстати, только что я вам рассказал старую формулу, про которую, говорят, она очень сложная. На самом деле она была, наверное, наиболее простой. Ну, по сравнению с той, которую сейчас предложили. Она вообще была, на мой взгляд, оптимально простой, да, арифметичной, потому что человек получал письмо счастья, там были две цифры, накопительная, страховая, складывал, делил на 228, получал размер своей пенсии, которая уже у него сегодня есть. Соответственно, он понимал, что если он еще заработает, еще получит заработную плату, эти цифры будут увеличиваться, получил новое письмо счастья, сложил, поделил, вот все. Значит, теперь все стало немножко сложнее. Так вот, я продолжу мысль, учет был в рублях, теперь учет будет вестись в баллах. В неких суррогатных единицах, их назвали именными пенсионными коэффициентами, можно как-то сокращать. Мне кажется, мне лучше подходит, то журналисты придумали термин баллы, что-то навеяно школой, учебой. Значит, соответственно, хорошо работаешь, больше баллов получаешь за год. Плохо работаешь, меньше получаешь. Вот, кстати, тоже, и школьный, видимо, действительно. А что такое хорошо и плохо? А хорошо и плохо, это уровень заработной платы. Если заработная плата находится на уровне, значит, максимально учитываемой в рамках регресса по пенсионным отчислениям, то есть сегодня это 48 800 рублей в месяц, то это хорошо, это молодец, получает десятку, 10 баллов максимум. Десять балльная шкала, да? Да, больше десяти, к сожалению, за год в нормальном режиме получить нельзя. Есть исключения, это переработка неких средних нормативных показателей стажа 30-35 лет и работа в пенсионный период, извиняюсь. После достижения пенсионного возраста я могу еще поработать. Который у нас достаточно низкий. Кстати, я сам выбираю это, да? Вы сами выбираете. Могу работать, могу не работать. Абсолютно верно. Здесь, кстати, есть определенные плюсы этой новой системы. То есть вместо повышения возраста, где, собственно говоря, у нас не спрашивают, хочешь, не хочешь, работать придется, у нас есть вариант. Вам, например, стукнуло 60 лет, вы приходите в Пенсионный фонд РФ, вам говорят, товарищ, у тебя, предположим, 50 баллов. Балл в этом году по поставкам правительства равен 100 рублям, например, да? 50 на 100 умножили, сколько получилось? Много. Да. Значит, получилось там 5000. Хорошая пенсия, вы говорите, не, маленькая. Говорит, отлично, свободен, приходи через 5 лет. Теперь у тебя каждый год будет балл с коэффициентом идти 1,5. То есть... Потому что я уже достиг пенсионного. Потому что ты уже работаешь, будучи пенсионером. И, собственно говоря, придя через 5 лет, количество твоих баллов увеличится и за счет того, что ты отработал, и еще будет некий премиальный коэффициент за счет того, что ты работал в пенсионный период. Вот, баллов станет больше. Андрей, и страшная мысль меня постигла. А 1 балл через 5 лет будет равняться не 100 рублям, как вы только что предположили, а, допустим, 10. Можешь такое быть? И все? В этом вся и сложность. Собственно говоря, вот все основные споры вокруг новой формулы, значит, шли именно как раз вокруг вот этого сомнения. Андрей, я прошу прощения, Николая надо к нашей беседе все-таки присоединить. Давайте попробуем, да. Давайте попробуем, ну, собственно, вопрос касаемо баллов. Как вы относитесь к баллам, Николай? Это хорошо или плохо, балл, бальная система? Или все-таки в рублях было бы лучше все-таки считать? Ну, знаете, давайте на это посмотрим с точки зрения взаимоотношений двух контрагентов, да, двух субъектов хозяйствующей деятельности, одно из которых это государство, второй это человек. Дальше начинается уже чистая идеология, да, чистый вот такой, если угодно, мировоззренческий системный подход к тому, какие отношения между этими двумя объектами могут быть. Согласно этому объекту, согласно этой взгляду, да, согласно назвать системой, не хотелось бы избегать этого слова специально. Согласно вот этой сложившейся ситуации, государство в данном случае выступает как контрагент, который желает нести как можно меньше фиксированных обязательств перед своими гражданами. И имеет абсолютно все средства для того, чтобы именно таким образом устроить свои взаимоотношения с людьми. Понимаете, бальная система, я вполне понимаю эти споры, которые творились вокруг неё, потому что на самом деле эта бальная система полностью уничтожает факт фиксированных обязательств государства перед людьми. На мой взгляд, это нехорошо, и на мой взгляд, это очень нехорошо. Мне кажется, что дальнейшие диалоги выдержаны в таком ключе, что государство никому ничего не обязано, да, кроме, ну, формально, некая обязанность есть, но она плавающая. Но она в каких-то баллах непонятная. Вы заранее ничего не сможете сказать, что происходит. Я, конечно, понимаю, что решение с помощью математики разобраться с демографической проблемой, разобраться с проблемой экономического роста, которая немножко другая, чем демографическая вообще-то, да, они связаны тесно, но, скорее всего, мы увидим, что какие-то решения этому находятся прямо сейчас и будут найдены в дальнейшем там, где мы видим действительно рыночную экономику с демократическими институтами, обслуживающими ее, да. В данном случае мы имеем попытку решить эту дилемму, эту сложную и простую задачу математическими методами. Математические методы в экономике работают не очень хорошо, в принципе, несмотря на все сложные построения, которые мы видим там от уважаемых там исследователей всевозможных и так далее. Просто в силу того, что есть здесь различные категории забавные, да, от которых, как оказывается, экономическое развитие зависит очень сильно, экономический рост зависит очень сильно. Например, такая нематематическая категория, как доверие, да, такая нематематическая категория, как уверенность потребителей, которые вот уважаемый там Мичиганский институт... Периодически, да. Да, и конференц-борд в Соединенных Штатах периодически за чем-то рассчитываются, да. Такие взаимоотношения, как нерушимость своих обязательств перед клиентом и перед контрагентом и между хозяйствами и субъектами, которые являются основой нормально функционирующей рыночной экономики в любой стране. Понимаете, мы здесь видим идеологию, которая как бы не хитро, она не была запакована там в различные математические формулы, которая нарушает все эти принципы одним махом, причем, естественно, как всегда в нашей ситуации, при полной пассивности граждан, которые просто не понимают, наверное, о чем идет речь. Ну, ее, видимо, так старались запутать, чтобы было непонятно. Я не думаю, что там старались запутать. Там решали вполне конкретную задачу. Николай, прошу прощения, мы прервемся, новости послушаем на Финам.ФМ и потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Андрей Неверов, председатель комитета по пенсионной системе Ассоциации менеджеров России, президент НПФ Сберфонд Ресо, и Николай Кощеев, директор аналитического департамента Промсвязьбанка. Мы говорим о законе о пенсии, законы новые и новые вопросы. Один из них, я так понимаю, ключевой, наверное. Вот мы начали обсуждать в первой части нашего эфира. Возвращаемся к этой самой бальной системе. В общем, ничего хорошего, Николай, продолжайте, пожалуйста. Смысл ничего хорошего, на ваш взгляд, в таком подходе не наблюдается. Именно в силу того, что это подход, который в односторонних... проявляется в том, что в одностороннем порядке один из контрагентов в этой ситуации снимает с себя свои обязательства, вернее, максимально облегчает себе жизнь. Формально не снимая с себя обязательства, мы будем платить пенсии. Но как мы будем платить, это зависит. Причем зависит от персонального, от какого-то, ну, совершенно, возможно, где-то когда-то необъективного в дальнейшем решения. Да, то есть зависит от каких-то обстоятельств, которые мы не знаем заранее. Фиксированных обязательств здесь больше не наблюдается. Окей, ситуация, да, сложная, непростая. Она непростая во всем мире, да, там, тяжелая демографическая ситуация там-сям и так дальше, да. Но если мы отступаем от такого социального договора, да, который, к сожалению, в России он неявно выражен, но приняло на себя государство свои обязательства, ну, давайте, хозяин свое слово, оно приняло, оно их дало, оно их забрало обратно, да. Но когда мы начинаем строить реальную рыночную экономику, мы должны отдавать себе отчет в том, что принятые на себя обязательства являются абсолютно священной вещью. Я уж не говорю о гуманитарной составляющей вот этого действия, да. Окей, если у нас есть проблемы с тем, что мы не знаем, как платить пенсии там через какой-то промежуток времени, да, ну, давайте решать эти вопросы честно, да, давайте признаем себе, какие у нас существуют пути для того, чтобы этот вопрос решить, но только таким образом, чтобы не решать их за счет пенсионеров, которые нам точно уже ответить ничем не смогут на тот момент. Совершенно верно. Вот, а скорее всего, с точки зрения тех ресурсов, которые мы можем мобилизовать уже начиная с сегодняшнего дня. Вот, наверное, да, сегодня экономическая ситуация не очень хорошая. Поэтому давайте плясать от печки, зададим себе вопросом, почему она нехорошая. Между прочим, ответов куча. Мы открываем ведомости, мы читаем, да, в том числе в очень большой степени. Она нехорошая повине тех людей, обобщенно, не конкретных персоналей, обобщенно людей, которые придумали вот эту вот формулу. Замечательно. То есть просто мы уходим от ответственности совершенно за то, что у нас там не все получается, скажем, мягко. Я понял. Спасибо огромное. Но вернем, тем не менее, к бальной системе. Я, насколько помню, Андрей, существует некий пенсионный калькулятор даже. Вот. И я сам не пробовал им воспользоваться, ну, сейчас такой в тестовом режиме, но знаю много моих знакомых и друзей, да, у которых просто это не получилось. Почему? По техническому вопросу. Может, не разобрались просто. Я удивлен, там достаточно простой интерфейс. Если мы говорим про тот калькулятор, который размещен на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации, он периодически модифицируется, дорабатывается. Ну, бог с ним, с калькулятором, в принципе, мы можем еще раз вернуться к тому, на основании чего будет высчитываться. Знаете, да, с удовольствием прокомментирую, но, значит, мысль, собственно говоря, какая. Вот эта бальная система, опять же, сейчас цитирую чью-то фразу, то ли министра труда, что мы, как граждане, должны разницы заметить, по идее. Если балл будет ежегодно индексироваться не менее, чем на показатель инфляции, а может быть, и с более высоким показателем. Да, может быть, а если? Да, абсолютно верно. Если, 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 собственно говоря, тот калькулятор, который на сайте ПФР давно уже висит, сделан из этих же предположений, что если этот балл будет индексироваться, то, пожалуйста, считайте по этому калькулятору. Там есть свои плюсы и минусы. Там, безусловно, как и любая массовая расчетная операция, она не может давать постоянно одного и того же результата. И сам факт того, что сейчас будет производиться массовый перерасчет обязательств, вот я, например, знаю, что у меня вот на сайте госуслуг, я зарегистрировался, посмотрел, страховая часть, там 500 с чем-то тысяч рублей. Мне пересчитают в какие-то единицы. Это уже будет уже не 500 с чем-то тысяч рублей. То есть сейчас я мог 500 с чем-то тысяч, там 550 тысяч рублей поделить на 228 по старой формуле, и я знал, 2000 страховой части пенсии у меня, оно есть. Я понимаю, что такое 2000. Гарантированно. Можешь слово такое употребить? По сути, да. По сути, да. До Нового года. В новой системе я понимаю, что у меня появится сколько-то баллов, например, там 10, 15, 20. И, во-первых, а, я должен набрать 30, чтобы вообще на эту пенсию получить право. Это раз. Второе. Я наберу 30 или более. Позволите я сразу же неожиданное уточнение такое. А если я не наберу 30 по какой-то причине? Тогда, значит, ваши баллы аннулируются, и вы на трудовую пенсию по старости претендовать права не имеете. Вы будете получать социальную пенсию, которая, кстати, возраста ее значения, они сдвинуты на 5 лет. То есть для тех граждан, которые, извините, не набирают 30 баллов, пенсионный возраст Нового года поднимается на 5 лет. Так-то. Дорого. Ну, это как бы, я сейчас, извините, в кавычках, тунеядцы и домохозяйки. Но у меня уже несколько приятелей позвонило, у кого домохозяйки, жены, и сказали, слушай, а что нам делать? Конечно, но они же не тунеядцы. Да, я им сказал следующее. Ребята, вы хотя бы накопительную часть свою спасите, потому что в этом случае, если вы, так сказать, погибнете на производстве до назначения накопительной части пенсии, то эти деньги достаточно немалые, хотя бы вашей жене, извините, достанутся. Она хоть как-то сведет концы с концами, а там накопятся приличные деньги. То есть речь идет о том, что они могут наследоваться, да? Накопительная часть может наследоваться. Накопительная часть, да. Но мы сейчас, давайте к накопительной пока не переходить. Страховая, да. А так, извините, набрать 30 баллов. Это хотя бы 3 года по 10 баллов. То есть 3 года почти по 50 тысяч, это если регресс не сдвинут. Другие показатели. То есть тут это не регресс, это предельный размер заработной платы, 2,3 умножить на средний размер заработной платы по стране. То есть мы сейчас говорим, или обращаемся к тунеядцам. Ребята, хотя бы 3 года подряд поработайте, да, получая при этом не меньше 5 тысяч. По 50 тысяч в месяц. С них все налоги нужно платить. Понимаете, да? То есть вот эта вся масса мелких предпринимателей, которые, значит, занимаются своим частным бизнесом, не платят почти никаких налогов. Которых серые или черные там формы бухгалтери. Все они вылетают мимо кассы. Все. Вот. И в принципе, говорить об этом хорошо или плохо, наверное, не мы и не сейчас должны это обсуждать. Угу. Я... Две вещи хочу сказать. Что, во-первых... Чему не мы-то? Мы же для этого и собрались, да, Николай? Я к этому, честно скажу, немножко не готов. С одной стороны, я всю жизнь работаю с белой заработной платой. У меня страховая часть пенсии 600 тысяч, накопительная 500. Это очень много при среднем счете по стране в 50. Угу. Вот. При этом я ни за облачных денег не зарабатываю, я не олигарх. Я все время работал на высшей регресса. Вот. В принципе, наверное, как все присутствующие. Значит, регресс у нас достаточно небольшой. И, к сожалению, я вынужден констатировать, что эта новая формула, так же, как и предыдущая, так же, как и советская, не создали механизмов привлечения, привлекательности для граждан с более высокой заработной платой. А если у меня зарплата 100 тысяч, 150 тысяч, эта формула так же меня отравняет, как и предыдущая. Потому что все равно максимум 10 баллов. Как раньше были отчисления отрезаны вот этими 48 тысячами, то есть 28 800 попадает в минонакопительную часть, больше ничего. Здесь то же самое, по сути. И в этой части могу сказать, что вот эта модификация достаточно тяжелая, кроме вот этой новации с баллами, цели которой, в принципе, достаточно четко мой коллега изложил, вот модификации, связанные с перефокусировкой и обращением внимания на средний класс, не произошло, к сожалению. И среднему классу, вот когда задают вопрос, а что же нам-то делать? Добровольные продукты, ребята. Без добровольных продуктов, страхования, пенсионное обеспечение, банковские какие-то, копить надо обязательно свою пенсию. Потому что, безусловно, надо понимать, что пенсионный период – это вещь вегетативная, мы теряем физические возможности работать, надо на что-то жить. Рассчитывать на детей не совсем грамотно. Но вернусь к баллам. И тем более рассчитывать на то, что у меня будет возможность после обретения пенсионного фонда. Знаете, как я говорю, ребят, хотите рассчитывать на детей, пожалуйста, заведите их пять, шесть. Хоть один из шести, да, может быть. Хоть один или, извините, им не так сложно будет скидываться вахт, содержать. А когда, извините, семья воспитывает одного ребенка, говорит, мы все вкладываем в него родненького, но он физически не сможет карьеру вначале нужно сделать, чтобы прилично заработать. Так вот, по поводу вот этого чудо-индексации баллов. Конечно, в законе написано, что балл индексироваться будет по инфляции не ниже. Юристам все понятно, они успокоились. У нас большинство депутатов юристы, они счастливы, они выполнили для граждан свою миссию. Но вы же прекрасно помните, 1998 год, 2008 год, ну, если помнить, 1998 год, в проспекте миссии в ГКО тоже все было правильно написано, но, как говорится, поскольку экономическая ситуация страны сложилась таким вот образом, пришлось закон поменять, а как мы уже слышали, правительство для того и есть, чтобы менять законы, предлагать, по крайней мере, изменения. И ситуация может возникнуть, не дай бог, конечно, такова, что балл придется и номинально снижать его стоимость. Вот, и вот эта новая формула эту техническую возможность предоставляет. Понятно. Раньше этой технической возможности не было. Если бы в рамках старой формулы экономическая ситуация подошла бы к этой красной черте, пришлось бы проводить серьезную деноминацию, как мы наблюдали, например, в 1998 году. Новая система позволяет провести деноминацию пенсионных обязательств, не проводя деноминацию национальной валюты. по сути, вот ее главная миссия, роль, не знаю, как это правильно назвать. Будет ли это, когда это будет, ну, не дай бог, чтобы это было. Надеюсь, что никогда не будет, по крайней мере, в тот период, когда я буду пенсионером. Но чтобы этого не произошло, значит, для того, чтобы удержать бюджетный трансфер на том уровне, который и сейчас, значит, вот к 50-му году мы проводили расчет, ежегодный рост зарплат должен происходить на уровне не менее чем 3,15%, чистый рост выше инфляции. И, таким образом, к 50-му году вот производительность труда в России должна вырасти в три раза к тому, что есть сейчас, в три раза. То есть, я что хочу сказать, что я надеюсь, что это так и будет. И в этом случае у нас реально произойдет разворот, должен произвести разворот экономики. Безусловно, главный показатель это производительность труда. Без, кстати, серьезного роста безработицы. Если это произойдет, бальная система, супер, все будет хорошо. Мы действительно не заметим ухудшений, может быть, в чем-то будет улучшение. Но если будет реализован негативный сценарий, то эта система позволяет сделать то, что я уже сказал. Она позволяет дернуть рычаг и не останавливать весь поиск, грубо говоря, отцепить вагон. То есть, подстраховались, это называется. Абсолютно верно. Еще раз прервемся. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем закон о пенсии. Новые законы, новые вопросы. Андрей Неверов, председатель комитета по пенсионной системе Ассоциации менеджеров России, президент НПФ Сберфонд РИЭСО и Николай Кощеев, директор аналитического департамента Пробсиазбанка сегодня в сухом остатке. Продолжаем наш эфир. Деноминация баллов. Как звучит романтично. Не говорите. Николай, ваше мнение по этому поводу. Деноминация баллов. Мое мнение следующее. Мы делаем проекции на 50 лет, ну не 50, сейчас меньше, 40 лет вперед, на 30 лет вперед. Когда мы делаем инвестицию на такой период времени, я, честно говоря, не знаю, кто это делает. Наверное, кто-то на Западе покупает какие-то облигации, перпечиус, да, там, вечно, или там с крайне долгим сроком обращения, просто их держит, и это будет не профессиональный инвестор, скорее всего. Это будет бабушка, которая складывает вот что-то там в кубышку, в кубышку, и для них нормально, что она облигации складывает в кубышку. Ни один прогноз на 30 лет не может оправдаться дальше очень широкого конуса вероятностей, который из этого прогноза торчит, как хвост кометы, да, уж не говоря о том, о чем господин Носин Талеб нам все уши прожужжал, о черных лебедях так называемых. Каковы там и дефляция, и рецессии, да, и все что угодно, и падение там метеорита куда-нибудь, в Сибирь, на, прости господи, на нефтяные скважины, да, не дай бог, и так дальше. Разумный инвестор не инвестирует на такие сроки, по крайней мере, он не инвестирует пассивно на такие сроки. Разумный инвестор инвестирует на реальные сроки, да, и занимается тем, что он создает стратегию инвестирования, да, или, точнее говоря, систему инвестирования, чтобы для достижения, ну, вы знаете это все, при достижении определенных уровней предпринимаем такие действия, хеджируем там тот и тот и таким-то таким-то образом. Ничего здесь этого нет, о чем мы постоянно говорим. Мы говорим о том, а вот если, а вот может быть, а вот через 50 лет мы посчитали, а вот через 150 лет мы посчитали. Ну, понимаете, ну, несерьезно просто, ну, просто несерьезно. Механизм, который защищал бы в данной ситуации пенсионера, который даже ни черта не инвестирует, да, этот пенсионер просто пассивный получатель из некоего монстра, да, из какого-то черного ящика, в котором, каким образом рассчитывается инфляция, по которым будут номинироваться, деноминироваться эти баллы. Ну, кто может сказать, если у нас колоссальная разница инфляции в разных регионах России, колоссальная инфляция в разных социальных группах и так далее и тому подобное, все это сводится там Госкомстатом, бывшим какому-то, а теперь Федеральной службой государственной статистики, сводится к какому-то соединенным показателям, которому почему-то, ну, черт возьми, никто не верит, да. Я, вот прошу прощения, что я так часто употребляю здесь в Суе достаточно эмоционально неприятного персонажа, да, но в конце концов, глядя на все на это, именно к такому выводу приходишь, да. В данном случае мы имеем дело с какими-то проекциями, всем построены исключительно наезды до кабы, причем никто ничего не гарантирует, на самом деле, по сути дела, да. Все это основано на каких-то темных достаточно, не очень внятных алгоритмах, которые там не всякий человек может понять. Там инфляция через 50 лет, потрясающе. И никаких фиксированных обязательств человек, согласно этому механизму, перед собой не видит, кроме баллов, которые номинируются и деноминируются, номинируются и деноминируются. Изумительно. Индексируются, денексируются. Давайте создадим биржу для торговли баллами в таком случае. А это еще в будущем будет. У меня появится хоть какая-то возможность чем-то управлять в этой ситуации, да. Но... Крынок дневативов прирастет. Абсолютно нет никакого убеждения, что через два года эта формула будет изменена с ног на голову, туда будут добавлены интегралы и не знаю, что там еще. Ну, интегралы вряд ли. Ну, знаете, я... Давайте вернемся к действительности, тем не менее. Я позволю, для понимания. Вот, знаете, мы придумали такой кейс, чтобы объяснить вот вообще эту систему. Представь себе маленькую организацию, в которой работает 10 человек, она что-нибудь продает, предположим, да. Директор, замы, менеджеры. Значит, и Трудовой кодекс позволил устанавливать зарплату не в рублях, а в условных единицах, в баллах. Директор говорит так, у меня... Словные единицы, это тоже с 98-го, давайте в баллах. Нет, в 90-м были доллары, извините. Вот я и говорю, давайте не будем этот термин вспоминать. УЕ, там есть одна хитрость. УЕ могло быть попеременно долларом, швейцарским франком, евро, когда появилось и так далее. Совершенно, когда было это выгодно, да, у вас... Здесь УЕ установлено внутри этой компании. Директор говорит так, у меня зарплата 100 баллов, у моего зама 50, у вас менеджеры по 10. Все по-честному. Значит, в конце месяца я считаю нашу прибыль и делю на общее количество баллов. У меня, получается, в этом месяце получилась, например, цифра 1000. Я получил 100 тысяч, зама 50, все по 10. Все счастливы. В следующем месяце все плохо работали. Или упал сбыт, или еще что-то случилось. Вот, ребята, у меня прибыль упала. Я поделил опять на то же количество баллов. Получилось 500 рублей. Посчитали, все справедливо. Вот эта новая бальность... А, извините, в следующем месяце стало все шикарно. Все работали как черти. И получилось, что балл стоит 5000 рублей. Рынок колбасит, я смотрю. Да, да, да. В этом месяце дело не в рынке. Дело в том, что ни одна фирма, где люди работают по найму, не работает таким образом. Безусловно. Там всегда есть фиксированные косты. И я, будучи не партнером компании, ни за что не пойду на долю прибыли исключительно. Я потребую себе фикс. Пусть он будет небольшой. Значит, давайте себе представим, что это разрешает трудовой кодекс. Но он у нас это не разрешает. В отношении пенсионеров эта система сейчас вводится. Чем она плоха? Безусловно, нет фиксы. Потому что мы не понимаем, сколько будет стоить балл через год, через 10, через 20. Это зависит, в конце концов, от экономики, от доброты правительства. Я хотел уточнить. Мы даже не понимаем, от чего это зависит. Последний компонент просто потрясает. От доброты правительства. Ну да, потому что, как мы понимаем, что часть бюджета пенсионного фонда, часть его доходов формируется бюджетным трансфертом. Представьте себе, завтра придет менее социально ориентированное правительство плюс президент. И они скажут, ребята, все, мы пенсионеров не кормим. Такой жесткий человек. Значит, пенсионный фонд должен быть сбалансирован. Больше ни копейки не давайте с бюджета. А как хотите, пусть разбирается. Как на Украине, кредиты пусть берет. И все, формула это позволяет. Но в чем ее плюс? Она не дает разориться системе. Потому что, когда упал источник, потерял стоимость балл, ребята, извините, такая формула. В этом году вы получите меньше. И самое интересное, что, собственно говоря, ведь и назначенные пенсии тоже будут переводиться в баллы. Те пенсионеры, которые сегодня уже получают свои 8, 10, 12 тысяч, их обязательства будут переведены в баллы. И, опять же, при возникновении такой ситуации у них тоже, мы все в одной лодке. Понятно. Перед нами работающими упадут обязательства, наши будущие пенсии снизятся, у них снизятся текущие пенсии. То есть мы все окажемся в одной лодке. Но им, конечно, будет сложнее. Еще раз повторю, это произойдет, если произойдет вот этот час-икс красная черта с экономикой. Дай бог, как это, боже, храни королеву и цену на нефть. Но если это произойдет, эта новая система позволяет, собственно говоря, этот барьер перешагнуть. Я хотел какой вопрос задать, ну, наверное, сам себе, потому что не нахожу на него ответа. Вот часто говорят авторы реформы, что она позволит, а, улучшить состояние пенсионеров, конечно, уровень пенсии, повысить, это у нас святое дело, да, не ухудшить ничьи права, параметры, уровень назначенных пенсий, назначаемых, и сэкономить государству, сэкономить деньги. Я не понимаю, как эти вещи совместить. На фоне особенно того, что сейчас мы находимся на очередном демографическом гребне, и каждый год все больше и больше граждан выходят, достигают пенсионных возрастов и выходят на пенсию. Вот у меня эти вещи не укладываются, есть только один выход. Нет, только один параметр, то есть реально сейчас в следующем, в 15-м году, в 16-м, достаточно существенное большое количество пенсионеров начнут, поверив в эту систему, отказываться от назначения трудовой пенсии и откладывать это назначение на будущие периоды. Вы только отказываться, не продолжать работать, получая пенсию, как сейчас, треть наших пенсионеров сегодня, треть фактически, 30% работает и получает пенсию. А отказываться, то есть не получать. То есть отказываться в надежде на то, что через какое-то время... Они назначат намного больше. Намного больше. Вот единственная возможность для экономии, это если, при том, если это будет достаточно массовая процентовка, 15-20-30%. А что должно их подвигнуть к такому, ну, такому спорному решению? Двигатель только один. Вот этот вот калькулятор. Обещание в будущем чего-то другого, чего-то большего. И здесь я не вижу ни механизма, потому что это старшие поколения, они, извините, по интернетам не шарятся, калькуляторами не балуются. Убедить уж в этом-то точно. Я не представляю, как это вот люди будут приходить в пенсионный фонд, говорят, назначьте мне пенсию. Да какая есть, назначьте. А им там будут говорить, вы знаете, вы, пожалуйста, попозже придите, через год, через два будет лучше. Это будут сплошные... Я не понимаю, как пенсионный фонд будет эту функцию выполнять. Потому что, по сути, ну, я в частной структуре работаю, у нас фонд при страховой компании, мы каждую идею в виде продукта мы должны продать клиенту, донести, как сотрудник пенсионного убедить. Ну, мы называем профессиональный термином продать. Как сотрудник пенсионного фонда, государственной, по сути, структуры, которая это в очередь, в очередь, привыкла, да, будет продавать, пришедшему туда человеку, достигшему пенсионный возраст, продавать идею того, что он должен прийти через два-три года и будет больше. Потому что это люди на это не ориентированы. Я себе слабо представляю этот страшный процесс. А процесс этот с 15-го года уже пойдет? Ну да, ну да. И, собственно говоря, единственный вариант сэкономить в рамках государственного бюджета, вы понимаете, у нас уже скоро бюджетный трансферт, то есть это помощь бюджета ПФР, будет больше 50% общего его бюджета. Это, знаете, ситуация такая, что, как это сказать, молодая семья тратит 100 тысяч, зарабатывает 50, а 50 кто-то дает, родители, да. Вот здесь такая же ситуация сейчас у нас в нашем пенсионном фоне уже, он разбалансирован. Там силу разных причин, это не его вина, это темпы индексации, которые отставали от сборов отчислений в ПФР. Но я не представляю, как сотрудники будут это объяснять гражданам, которые пришли за начислением хоть чего-нибудь, потому что ведь эта идея, она сильно отличается от того, что было раньше. Здесь нужно отказаться. Вот я уже пришел, притащил все эти бумажки, справки, а мне говорят, не, приходи через год, приходи через два. Я видел опрос общественного мнения, вот мы тоже проводили у своих клиентов, ну, в общем-то, никто на это не готов, там единицы буквально, да. То есть люди к госпенсии относятся так, так, назначьте мне, что мне положено, а потом я буду ругаться, почему так мало. У нас, к сожалению, вот в рамках реформы, и вот реформаторы вот этой волны последней, вот сегодняшней, да, они это как-то упускают, на это не ориентируются. Совершенно упустили вопрос вот этого самого пенсионного воспитания. Вот этой самоответственности наших граждан, чем занимались до этого достаточно много, и в рамках вот этого создания института накопительной части пенсии, что ты сам должен себе накопить. У тебя маленькая накопительная, а почему у тебя зарплата такая небольшая, да? Вот эта связка, она постепенно-постепенно формировалась. Вот эта новая модель, она всё это, к сожалению, ломает. Она сильно ориентирована на продолжительность трудового стажа, то есть заменили фактически зарплату на стаж, но зарплата всё равно осталась важной, потому что, как я уже вас напугал с баллами, да, это, говорят, 15 лет, на самом деле 30 баллов. И 15 лет, чтобы набрать 30 баллов, на самом деле нужно иметь достаточно хорошую зарплату, 14 тысяч рублей. А если у вас зарплата, например, 9 тысяч рублей, то 23 года надо отработать, чтобы набрать 30 баллов. Значит, 15 лет уже нет. Дальше можно не продолжать. Мы сейчас прервёмся. Спасибо, Андрей. Прервёмся ещё раз новости на Финам.ФМ и потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Новые законы о пенсии, новые вопросы. Такова тема сегодняшнего эфира. В студии Андрей Неверов, председатель Комитета по пенсионной системе Ассоциации менеджеров России, президент НПФ Сберфонд РЕСО и Николай Кощеев, директор аналитического департамента Промсвязьбанка. Ну что ж, возвращаемся к разговору. Пенсионное воспитание. Николай, вам вопрос или просьба прокомментировать? Вообще пенсионное воспитание, оно в рамках каких, я не знаю, событий внутри государства должно находиться? Это что, какая-то социальная реклама, это, я не знаю... Ну, слушайте, начинаем опять от печки. Для того, чтобы кого-то воспитывать, надо быть самому воспитанным человеком, как минимум. Вот для того, чтобы кого-то попытаться воспитать, надо отдать себе отчёт, что это процесс длительный, требующий тщательности, требующий примера для того человека, которого воспитываете, позитивно, желательно, естественно. Когда вы меняете правила, да ещё вот таким потрясающим образом, как мы сейчас описали, о ком воспитании вообще может идти речь. Я очень опасаюсь, что вот эта вот пенсионная реформа в том виде, как она сейчас есть, если она не будет скорректирована каким-то образом, придёт просто крайне неприятным посредством и для экономики, и для социальной ситуации в стране. Посмотрите, здесь ещё один есть момент о воспитании, да, например, тех, кого уже поздно воспитывать. Если мы переводим в баллы пенсию уже текущих, имеющих сейчас на борту пенсионеров, да, и подразумеваем, что их баллы изменяются в зависимости от того, каким образом изменяется экономика страны, вы видите, эти люди вообще не контролируют этот процесс, это не их забота, они ушли на пенсию. Они уже заработали её. Экономика страны, это уже не их забота, это забота вот тех товарищей, которые вот это придумали, и которых пенсионеров сажают вот на такой вот паёк. Вы понимаете, в таком случае я скорее соглашусь с банкротством этой системы, да, нежели чем с попытками решить это дело за счёт вот этих людей. Из банкротства всегда есть выход. Вот эта система ведёт к, я боюсь, к очень неприятным посредствам. Понимаете, у России сейчас очень низкий государственный долг, крайне низкий. У нас есть возможность занимать, ипотетическое. Если к этому добавить ещё кое-что, то можно занимать совсем неплохо. Вот если у вас такая бедственная система, такое бедственное состояние там в пенсионной системе, но вы при этом создаёте механизмы, которые вам позволят в дальнейшем справляться с этой ситуацией, вы легко можете несколько лет получить отсрочку под разумные совершенно проценты. Деньги стоят не так много, и в дальнейшем, скорее всего, они не будут стоить уж очень сильно больше. Да, просто дело в подходе. Как вы смотрите на человека, да, или, я не знаю, стоя с ним на одной плоскости, или порядок где-то там наверху на своём... И сверху всё. Да, и сверху, а внизу какая-то масса копошится, и вот, значит, с этой массой надо как-то разобраться. Но как можно о воспитании говорить в такой ситуации, когда вы смотрите со спутника на копошащихся людишек? Андрей, кстати, если возвращаться к вашему рассказу, что нынешние пенсионеры также будут присоединены к этой системе, это будет насильственно, что называется, обязаловка, или у них есть выбор опять? Не, ну выбора в рамках этой реформы никому никакого не даётся. Будет производиться, так сказать, пересчёт в обязательства в виде баллов и накопленных обязательств государства перед теми, кто ещё находится на копительном периоде, и перед теми, кто уже находится на периоде выплат. И в дальнейшем уже дальнейшая динамика пенсии будет происходить в рамках динамики номинала вот этого чудного балла. То есть, вот, собственно говоря, что ещё хочу сказать, хочу обратить внимание всех радиослушателей на этот процесс, потому что я сам лично тоже очень напрягся, потому что я сейчас понимаю, что у меня страховая часть 600 тысяч, но у меня был стаж до 2002 года, который в эту страховую часть не попал. И, собственно говоря, вот в результате вот этого 2014 года, как я понимаю, 2015, на моём лицевом счёте в пенсионном фонде должно появиться некое волшебное количество баллов, у вас тоже, и у вас. Какой счастье. Которому потом будут прибавляться уже те баллы, которые я буду нарабатывать, работая, как говорится, дальше. Вот как этот перерасчёт произойдётся? Произойдётся ли он правильно? И какая цифра в результате, да? По какой формуле? Вот как будут пересчитываться, значит, вот эти страховые обязательства рублёвые, понятно. Там балл, по-моему, если не ошибаюсь, 60 рублей поделят на 60 и на 12, вот мои баллы. А период до 2002 года, то есть вот это всё покрыто мраком, и это очень важно для каждого человека. Здесь, мне кажется, вот, ну, я надеюсь, что через портал Госуслуг мы сможем получать, получить вот это вот волшебное количество баллов, которые и появятся. И я смогу, хоть опираясь хоть на текущую номинальную стоимость баллов, понять, о какой пенсии я уже заработал, отработав, имея стаж уже, грубо говоря, 20 лет, для того, чтобы каким-то образом строить планы на будущее. Ведь, собственно говоря, сложность этой системы в основном в том, что она ещё свои сложные методологии скрывает от меня мои перспективы, не позволяет строить планы на будущее. Потому что если я понимаю, что госсистема даёт мне 5000 рублей, считая для себя это неприемлемым, я обращаюсь к каким-то дополнительным продуктам, прихожу и говорю, я хочу пенсию 10, там, в частный пенсионный фонд, страховую компанию. Мне говорят, тогда плати вот столько. Я понимаю, что мне это надо. Новая формула, все эти разговоры, калькуляторы опять создали иллюзию, что всё будет хорошо, и вообще больше ничего не надо. Всё в тумане. Но на самом деле, учитывая и демографию, и экономику, и другие параметры, связанные с качеством труда у нас, мы же прекрасно понимаем, что на самом деле всё для всех хорошо не будет. Но базу, ориентир у нас выбивают. Потому что появляется некая надежда. Ну а вдруг действительно через 20 лет у нас всё будет так хорошо, балл будет стоить тысячу, я накоплю, извините, там, 100 баллов, можем на тысячу, буду иметь 100 тысяч пенсию. О, класс, реклама государственной пенсионной системы. Эта надежда, мы же люди такие, мы всегда верим, надеемся. И эта система, она эту надежду вселяет. А старая система, она держала нас на понятной базе. Смотри, вот твои деньги, поделено на 228, вот твоя пенсия, всё. О, Андрей, вы оптимист. Это да. Это приятно. Будем надеяться на лучшее. Николай, что-то хотите? Нет, я просто не понял, где здесь оптимизм, но ладно. Потому что надеяться на лучшее. Да у нас все люди оптимисты, на самом деле. А то бы они все, пожалуй, покончили с собой. Это, наверное, плюс этой новой пенсионной формулы, что в отличие от старой, она позволяет надеяться на что-то такое вот. Старая не позволяла. Она говорила, вот смотри, у тебя, видишь, сколько денег? Поделил, вот, всё. Больше ни на что надеяться не надо. Слушай, ну, в таком случае её надо пропагандировать примерно так, как пропагандируют финансовые пирамиды в сети интернет, да? С размахиванием руками, с хоровыми песнопениями. Так, сейчас же выделили ПФР 200 миллионов. Я думаю, они сейчас нормально там найдут специалистов в этой части. Ну, не знаю, таких специалистов у нас действительно хватает, насколько я понимаю. А, кстати, вот хорошая тема по поводу ПФР и НПФ. Ой, вы знаете, я считаю, что вот в рамках вот этого законодательного процесса по отношению к НПФ вам справедливо не поступили. У НПФов обязательства остаются в рублях. Притом это частный институт, он достаточно строго контролируется. Зачем этот техосмотр устроили? Зачем эту приморозку, значит, произвели? Ну, почистили опять, подсократили. Вы знаете, пока ничего не почистили, никого не сократили. И последние цифры я слышу, что индустрия НПФов это порядка одного триллиона рублей. Говорят о том, что возможные потери в результате чистки составят 3 миллиарда. 0,3 процента. Покажите мне еще одну индустрию в мире, где в результате чисток, значит, 99,7 оказывается чисток. Это значит, мы идеальны. Что за чистка такая? Нас не то, что трогать, надо всех медалями наградить. И я не говорю о том, что все фонды идеальны, но, как говорится, от таких процессов, как обычно, мошенники подстраиваются, а честные бизнесы, они сокращаются, отваливаются, потому что для нормальных инвестиций, вот коллега уже говорил об инновационном климате, важна прозрачность и понятность будущих правил игры. Вот система с акционированием, созданием системы гарантии, вот эти законы, они позитивные, и мы их давно ждали. Это супер, за это спасибо. Хотя, с моей точки зрения, конечно, отчисление в систему вот этого взаимного страхования в виде 0,0125 процента, эта ставка, конечно, очень низкая. Потому что она не позволит сформировать, я не верю, что после чистки рынка, если она произойдет действительно достаточно жестко, потери будут 3 миллиарда, я думаю, значительно больше. Ну, 0,3 процента, это маловато, да. Да, значит, ну, вот эта вот выдержка в течение года, вот это недоверие, вот этот вот информационный фон, который был создан, что в НПФ во всех работают мошенники, обратите, пожалуйста, на это внимание, это было сделано, конечно, несправедливо. И те, так сказать, депутаты, чиновники, которые себе это позволили, мне кажется, они, конечно, на своих политических перспективах поставили большой жирный крест, особенно учитывая, что участниками НПФов сейчас являются уже больше половины граждан, имеющих вообще накопительную часть пенсии. Они это оценят. Значит, ну, мы это переживем, как бы затянем пояса, ну, мне как руководителю, понимаете, это неприятно почему, мне приходится, вместо того, чтобы месторазвитие сокращение, вместо того, чтобы ребятам своим сказать, ребят, с Нового года у вас будет зарплата прибавиться, хотя бы на ставку инфляции, мне придется сказать, ребят, извините, после Нового года мне придется сократить часть сотрудников, потому что, так сказать, станет, надо закручивать, надо затягивать пояса. У нас тяжелый период, да, потому что нас государство, как говорится, не любит, они считают, что мы все мошенники, и оно не дает нам возможность сейчас несколько лет вообще работать, пока мы не пройдем вот этот вот просвет и так далее. Ну, я не понимаю, но что сложного прийти и проверить без этой приостановки, вот я как-то тут эту ситуацию совершенно не понял, и с чем она была спровоцирована, что больших скандалов-то на рынке пенсионном не было, а на банковском сейчас творится, на самом деле ситуация похожа. И, в общем-то, банки не приостанавливают. Сейчас ведь на фоне этой ситуации по-хорошему надо как сделать? Запретить принимать банки депозиты, все проверить, и через два года опять разрешить, по идее, да? Ну, или в Сбербанке только разрешить. Андрей, смотрите, у нас совсем мало времени осталось. Я буквально по два слова хотел бы от вас, от Николая, услышать в адрес радиослушателей. Что бы вы порекомендовали сейчас? Людям? Да. Ой, крепитесь. Надеяться и верить. Надеяться и верить. Андрей. Надеяться, верить и все-таки продолжать внимательно следить за своими пенсионными счетами, баллами и так далее, во что это не превратят. Все равно это ваша пенсия, и вам на нее жить. Следите за ней. Следите за руками. Спасибо огромное. Андрей Неверов, председатель комитета по пенсионной системе Ассоциаций менеджеров России, президент НПФ Сберфонд РЕСО и Николай Кощеев, директор англического департамента Промсвязьбанка. Сегодня были в Сухом Остатке, мы обсуждали новый закон о пенсии. Спасибо за внимание, всего хорошего успеха. С наступающим Новым Годом. До свидания. С наступающим.